Приветствую всех! Меня зовут Алексей Кузнецов. Как обычно в 13 часов время обзора. Смотрю на монитор, вроде все хорошо со звуком с видео. Прошу всех тех, кто тоже меня хорошо слышит и хорошо видит поставить плюсы в чате, чтобы я был уверен, что и у вас тоже все хорошо. Ну и я как обычно готов поделиться с вами своими впечатлениями от того, что сейчас происходит на финансовых рынках. Пока жду ваши плюсы. Скажу, что сегодня британский фонд предпринял очень серьезный рывок вверх на какой-то совершенно непонятно положительной статистике из Великобритании по активности в производственном секторе, который оказался значительно лучше ожиданий, лучше того, что происходит в целом по Евросоюзу. И, ну скажем, по Евросоюзу данные вышли хуже, а по Великобритании лучше. Ну это, конечно, эмоциональный рывок пока, я считаю. И в целом, конечно, британский фонд будет оставаться под серьезным давлением. Ну, в общем-то, это можно, кстати, списать, знаете, еще на что? На то, что, по сути дела, все равно сейчас фунт будет оставаться под серьезным давлением, ему еще там падать и падать, как говорится. Да, но, в общем-то, спекулятивно стараются загнать его на более высокие уровни пока, но опираясь на любую совершенно информацию, которая есть, для того, чтобы с более выгодных позиций, естественно, начать заново продавать. Ну что, вот давайте вот посмотрим сейчас... Ну да, 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 120 пунктов. У меня даже 136, я посмотрел. Ну, дело не в этом. Вот, сейчас я просто покажу. Вот британский фонд, что происходит. Вот данный канал, вот иногда вот такие вот, ну скажем так, это не классический канал, это более такой вот, скажем, просто такой восходящий канальный коридор, равноудаленный, да, который я спроецировал вниз и сказал, что тут цель была немножко пониже у него, да. Но поскольку это не классический канал, мы можем особо не рассчитывать на это, но в любом случае можем рассчитывать на то, что цена коснется хотя бы вот границы вот этого коридора. Вот мы видим совершенно отчетливо, цена коснулась границы, образовалась здесь, видите, зону консолидации, которая запросто могла пробиться вниз, но мы видим, что она пробилась вверх. Вот эту я штуку убираю. Вот. И смотрите, что происходит. Вот если посмотреть на час, вот мы с вами вчера вот этот вот обозначили консолидацию. И вот видите, вчера еще произошел рывок вверх, мы смотрели, и я говорил о том, что вот при движении вниз нужно будет здесь смотреть с более мелкого формата, как происходит движение. Потому что движение, когда происходит, ну скажем так, очень агрессивное, как тут и было. Давайте вот в 15 минутке посмотрим, как здесь все было. Смотрите, насколько агрессивным было движение вниз. Вот оно подошло к уровню, сейчас я крупнее сделаю. Вот. Смотрите, подошло. Раз перестроение, подошла цена к уровню, здесь можно построить вот такой, хотя бы там мелкий, но тем не менее, просто для ориентира, канал. И смотрите, ткнулось в начале, да, вот здесь еще ничего не было понятно даже в 15 минутах, а потом, смотрите, мощно пробило нижнюю границу вот этого, вот этот уровень пробил и нижнюю границу канала. Это говорило о том, что никакого торможения около этого уровня не будет и будет здесь продолжение движения вниз. И смотрите, вот двойной канал вниз. Вот. Смотрите, насколько четко все отработало. Вот, пожалуйста, вам целевое значение, откуда можно было хоть ожидать, по крайней мере, какого-то разворотного такого движения. Более того, здесь видно, что, ну скажем, была такая вот волновая структура. Смотрите. Вот. И вот как раз вот на это можно было ориентироваться. Но, конечно, сейчас здесь волатильность довольно высокая, и говорить о том, что здесь как-то что-то можно было поймать, видите, даже особых разворотных каких-то вещей тут не было. Сейчас я покажу, как здесь все происходило. вот в более мелком пятиминутном формате. Видите, то есть, ну, во-первых, все это разворот произошел уже ближе к вечеру, что, в общем-то, не совсем для торговли хорошо. Вот. Здесь не было отчетливых дивергенций, и вот поймать вот это движение было, ну, довольно сложно, если говорить, правда, с технической, с такой нормальной точки зрения. А вот, смотрите, после того, как вот это все произошло, вот здесь уже сегодня все можно было сделать. Потому что, смотрите, произошло после вот этого отката, видно, что, видите, вот этот вот уровень не был задет. Было довольно сильное движение. Потом, смотрите, консолидация. И не просто консолидация, а вот хочу отметить, что эта консолидация была в виде такого треугольника. Вот. Смотрите. Вот уровень данного треугольника, и вот линия данного треугольника. Совершенно четко. То есть был выход за верхнюю границу треугольника, цена поболталась, но и вот это движение дало как раз вот. Здесь было уже более-менее понятно, что цена скорее пойдет вверх. То есть, во-первых, об этом говорила сама зона консолидации, пробить ее вверх, а не вниз. С другой стороны, здесь, как сказать, вот единственное, рассчитывать на такое движение, я думаю, что никто не мог, и я тоже. Потому что максимум, докуда давал цель вот этот треугольник, это вот до этой серой зоны, которую мы с вами обозначили, вот до уровня. Видите, как раз совпадает размер вот этой зоны и треугольника. Выход был в нетипичное время, в 5 часов утра, что, например, мне не позволило здесь осуществить вход. Это просто я делаю для того, чтобы, да, будем и рубль, и нефть смотреть, все, конечно, будем. Это не позволило мне, например, здесь сделать какие-то действия. Я вообще не сторонник влезать вот в такие вот, скажем, эмоциональные движения, какое здесь было. И вообще я фунт с большой осторожностью, допустим, торгую сейчас на покупку. Там прям вот совсем очень-очень аккуратно. То есть просто я говорю о том, что сейчас вам показываю, как вот этот графический анализ позволяет увидеть, в каком направлении будет движение, даже если, допустим, в какое-то движение вы и не технически не могли войти. Я просто еще покажу, что, смотрите, вот эта вот зона, видите, все совершенно отчетливо отработало. И вот, ну, как сказать, то, что здесь нельзя было, с моей точки зрения, вот это движение поймать, ну, скажем так, вот определенно и четко. Ну, вот это, да, действительно. Но то, что, например, вот какая-то техническая картина давала представление о том, куда же будет движение, это тоже, как бы я вам показал, как это все происходит. Сейчас, я думаю, что движение будет, как минимум, вот до этого уровня, до которого чуть-чуть не дотянули, все-таки дотянет до значения 1.32.73 или даже, я думаю, до 1.33 дотянем. Вот. Ну, а может быть, может быть, я не исключаю тоже возможность того, что может все дело дойти до 1.34, до 1.35. Вот в этом районе цена может, ну, вот почему я так считаю, то есть, смотрите, было движение вниз, сейчас очень может быть, что будет формироваться вот на фоне вот этого, как бы, древка в недельном формате может быть какой-то даже треугольник, не исключая такую возможность. То есть, смотрите, вот, вот оно древко, да, вот первая волна вверх, вторая вниз, третья может быть вверх вот до этого уровня, образуется здесь уровень сопротивления, и вот, смотрите, вот линия поддержки. Потом движение может быть вниз направлено, и вот, смотрите, вот это будет перевернутый флаг с треугольным полотничем, который как раз и даст возможность входа вниз. Причем вход вниз может быть очень достаточно, то есть, ведь на две трети вот этого древка, вот на вот эту дистанцию недельную, это много очень, вниз. Более того, мы видим, что движущая сила рынка в недельном формате нарастает в сравнении с этим, и говорит о том, что британский фунт будет еще падать. Поэтому намного надежнее и с точки зрения логики правильнее сейчас искать не входы за британский фунт, а искать как раз возможные точки, где можно его продавать. Поэтому я бы рекомендовал сконцентрироваться именно на этом. Это, ну, линия, как бы она пробивается, я просто ее как ориентир некий такой дал. Ну, вот посмотрим, как здесь все это будет происходить. То есть, где-то вот эта вот, вот, либо серая зона, либо уровень 1.3350 может цену задержать от дальнейшего там роста, и опять с этих уровней пойдет все вниз. Здесь я рекомендую поискать сигналы на продажу. Как бы там ни было. Доллар японская иена. Смотрите, вот здесь, что произошло. Здесь было пробитие вниз. Видите, линия пробилась, а аллигатор, видите, цену задержал. Я вот всегда, когда вот такие штуки происходят, вот хотел обратить ваше внимание на то, что, когда вот, видите, линия аллигатора находится широко по отношению друг к другу, линия поддержки находится над аллигатором буквально. И очень часто пробивая линию поддержки графическую, цена задерживается за аллигатором. То есть, вот фактически движение вниз-то не получается, как бы вот это более мелкие волны. А мы видим, что параллельно существуют как бы более крупные волны. Вот, более крупные волны. И вот просто немножко вот эта вот мелкая рябь, как бы она укрупнилась. И мы видим, что вот волна вот этого формата, видите, каждый раз здесь был доход до синей линии аллигатора, здесь был доход. Вот фактически волны вот этого вот часового формата. Они еще не закончились. Но по ним, по этим волнам мы видим, что, видите, есть дивергенция. Уже есть дивергенция. И значит, все-таки движение здесь будет однозначно вниз. Вот. Ну, какое-то хотя бы движение, может быть, даже коррекционное, потому что вот это вот текущее движение, оно тормозится. И здесь мы видим, что произошел доход до линии сопротивления дневного формата. Давайте посмотрим это более подробно. Вот, дневной формат. Вот, видите, цена уткнула сейчас в верхнюю границу этого канала. Вот, показываю. И, в общем-то, отсюда может и показывает около этой границы торможение. А значит, какой-то значимый откат, ну, как бы в часовом, по крайней мере, формате здесь будет. Вот эта штука, она не исполнилась. Поэтому, вот что хотел подчеркнуть и обратить внимание. Вот всегда, когда вы видите, что есть некая линия поддержки, сначала пробивается она, но при пробитии линии цена находится внутри аллигатора. Вот это всегда для входа, для продаж, ну, как бы, ну, и для покупки, если когда зеркально, да. То это не самый хороший такой вариант для входов. Вот, когда линия аллигатора находится над линией поддержки, либо линия поддержки находится внутри линии аллигатора. И пробивая линию поддержки, цена пробивает сразу же и аллигатора. Вот это очень хороший сигнал, который, как правило, дает, допустим, вот если бы, как сказать, сейчас я попробую нарисовать все это дело. То есть, к примеру, вот, вот так вот, вот такая вот линия поддержки. Мы видим, что аллигатор и линия поддержки находятся близко друг к другу. Вот, допустим, если пробьется линия поддержки, смотрите, и пробивается аллигатор сразу, потом идет перестроение, и потом цена уходит вниз. Вот здесь при пробитии данного уровня очень хороший такой торговый сигнал мы получаем. Потому что, вот видите, здесь происходит фактически одновременное протаранивание двух, ну, скажем, препятствий. Вот в таком случае, как вот в варианте, как вчера был, это, конечно, не самый удачный вариант. Поэтому вот эту линию поддержки я оставляю, учитывая, что дивергенция здесь есть, и все равно движение, скорее всего, будет вниз. Учитывая, опять же, что раз, два, три, четвертый час цена, смотрите, вот в 15 минутке надо посмотреть, видите, находится, не может преодолеть вот уровень сопротивления. Может, она преодолеет, но как-то не очень надолго. Ну, сейчас пока здесь можно только гадать, что здесь будет именно. Ну, вот все, что я вижу, здесь есть дневная, как бы, тире, там, недельная линия сопротивления, раз. Здесь есть дивергенция по часовому формату, видите, индикатора. В четырехчасовом тут, в общем, ничего такого пока понятного нету, никаких дивергенций. То есть, это говорит о том, что если будет движение вниз, оно будет, как бы, временным, откатным. Но, в общем-то, по идее, оно должно быть. То есть, я предполагаю, что два варианта. Либо сейчас цена отскакивает и уходит вниз, и уж только потом линию сопротивления пробивает. Вот так может быть, очень может быть. Потому что, видите, тут, в принципе, в целом все движение смотрит вверх. Как бы, в четырехчасовом формате. А в часовом возможен только откат. Вот первый вариант такой. И второй вариант, если цена, сначала, смотри, сейчас я так немножко сожму. Вот так может быть. Сначала она пробивает в четырехчасовом формате линию, потом опускается до нее, ну или где-то плюс-минус, вот как бы, к ней, и потом стартует опять вверх. Вот так вот, может быть. Либо так, либо так. Здесь, как бы, пооднозначно. В целом все идет вверх, но в контексте часового формата сейчас, я все-таки не стал бы сейчас, как бы, входить в сделки на покупку, учитывая, вот тут фактор, что здесь есть препятствие линии сопротивления. Вот, дивергенции по часовому формату. Вот, и, видите, фактически замедление сейчас идет движение восходящего. А вот в мелком, 15-минутном формате здесь тоже, вот, обратите внимание, вот такая же фигня, которая говорит о том, что пока еще даже в 15-минутном формате о продажах говорить рановато. Вот даже в 15-минутном формате, смотри, вот есть линия поддержки, линии аллигатора расположены широко, и только при пробитии вот этой линии поддержки, вот этой вот маленькой, можно будет рассчитывать на хоть на какое-то там нисходящее движение. Потому что сейчас пока, вот видите, аллигатор выше, а линия чуть пониже. Либо, по крайней мере, они где-то одновременно пробьются. То есть сейчас пока я не стал бы рассчитывать, вот, по крайней мере, в текущем моменте на нисходящее движение. Скорее всего, какое-то еще некоторое движение сегодня вверх будет, ну и вот мы видим, что все-таки цена туда лезет. И уже после того, как в часовом формате, может, нам немножечко еще, давайте в более крупный сходим, посмотрим, что там, какие-то тут есть. Ну, может быть, вот, видите, здесь есть уровень 103, 85, 104, а сейчас 103, 63 текущая цена. Ну, где-нибудь до 104 может цена сходить, и от 104 может отвалиться просто вниз. Это ничему не противоречит. И уже после этого надо будет поискать, где-то вот в районе вот этого вот уровня, вот этого уровня, надо поискать будет продаж. Учитывая, что, как бы, все равно хоть какая-то коррекция в часовом формате здесь, ну, более-менее значимое может случиться. Вот, так что я сейчас пока в данный момент не вижу повода для продаж, а вот при соприкосновении с уровнем 103, 90, 104, может быть, даже давайте 104 поставим, чтобы у нас было, ну, как бы, поровнее, да? Где-то вот в районе 104 я бы поискал возможность продажи. То есть надо сигнал поискать. Ну, как бы, дивергенция у нас есть, надо какой-то свечной уже сигнал поискать, ну, и посмотреть, как в более мелком 15-минутном формате цена будет подходить к уровню. Видите, дивергенции пока нет, но вот при подходе к уровню 104 в 15-минутном формате могут быть дивергенции, например, вот такое колебательное какое-то движение, и вот между вот этой вершинкой, допустим, и вот этой вершинкой будет дивергенция. Здесь в 15-минутном формате двойная, например, и все, здесь будет какой-нибудь сигнал поглощения, например, в 15-минутном формате. Вот будет хороший сигнал, как минимум, для начала вот сюда, к этой точке, к пересечению линии поддержки, вот, а потом уже, может быть, даже еще и ниже цена опустится, но это уже будет завтра, и уже потом, может, там в какой-то перспективе, там нескольких дней будет все-таки восходящее движение, ну, может быть, к пятнице, например, к завтрашнего дня. Посмотрим. Так, дальше, 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 дальше. Австралийский доллар. Вот, смотрите, здесь образовался треугольник. Так, я, кстати, по евро-доллару-то, вот, а что-то я, а, блин, я же с фунта начал, да? Евро-доллар, смотрите, по евро-доллару вчера образовался треугольник, правда, несколько такой, ну, как бы, кривенький, не совсем он, как бы, в 30-минутном формате треугольник, в часовом он тут слишком такой какой-то размытый, идти вниз он пробиться не смог, пробился вверх, но, смотрите, пробился, во-первых, вверх, он, в общем-то, в нормальное достаточно время, да? Ну, как бы, до 6 часов еще, но, видите, ближе к ночи, все уже, 20-21 час, все, Витя встал. Раз встал и встал на уровне, значит, здесь делать нечего, и тут надо было закрыться. Я ожидал, что он немножко вниз может пойти, вначале, когда треугольник образовался, вот он чуть был не пробился вниз, но не пробился, и в конечном итоге ушел вверх. Вот здесь вчера вечером я просто закрылся, учитывая, что здесь вот этот канал есть, и учитывая, что вроде как здесь все должно быть пока уже больше вверх, нежели чем вниз. Поэтому этот треугольник, я считаю, что он, ну, частично отработал, дав возможность аварийного выхода. Сейчас образовалась зона консолидации, ведь линия сопротивления была пробита, но зона консолидации не говорит пока о том, что все пойдет вверх. Поэтому я думаю, что по евро-доллару только при пробитии уровня 1.1165 можно будет ожидать движения восходящего вверх, вот коррекционного. Ну, как минимум, вот на этот диапазон, который мы с вами сейчас видим, да, вот сюда вот, куда-нибудь в районе уровня 1.12, а может быть даже еще и больше вверх, потому что здесь, в общем-то, ну, как сказать, куда-нибудь в район, там, 1.1220, 1.12, там, не знаю, 30-40, вот так вот может цена сходить. Почему бы и нет, потому что вот это коррекционное движение здесь, в принципе, оно будет вполне уместно. Мы видим, что поглощающая свеча, ну, почти поглощающая образовалась. Сейчас это несколько непонятно, но будет пробит аллигатор раз. Вот это уровень сопротивления, там, 1.1652, и вот когда это произойдет, все уже, вот тогда здесь можно будет совершать сделку на покупку, учитывая предшествующую дивергенцию и пробитие линии сопротивления часового формата. Индекс доллара пока вроде как находится выше, вот смотрите, тело, вот это, текущая цена находится выше, а цена открытия свечи, там, полторы недели назад. Вот, и, значит, пока еще, в общем-то, тяготеет к росту. Так, чего еще такого, евро, фунт, ведь пытается уйти вниз, ведь и тоже он тут, как бы из этого треугольника, который вышел, достиг линии, вот, видите, одной свечей пробил, но такой прострел. Пока, что здесь можно сказать, вот есть такая вот зона поддержки 0.8333, 0.8253, вот куда-то в эту зону он может прийти, но, в общем и целом, конечно, здесь тоже все смотрит вверх, это просто временное явление, связанное с выходом, ну, такая эмоциональная реакция на хорошую макро-статистику в Великобритании. Вот, евро, франк, видите, вот при пробитии, видите, вот этой зоны, мы с вами говорили, образовался там с горем пополам четырехчасовой треугольник, вот он, и вот очень сложно отрабатывал, я считаю, что здесь его вообще торговать было нельзя, потому что, видите, вот вышел и застрял, я такие штуки вообще не торгую. Очень он как-то неохотно шел вверх, уж, как говорится, вышел и пошел. По факту треугольник есть, по факту он отработал, но вот с моей точки зрения, я его бы не стал торговать, и я его торговать не стал. Вот по этой причине. Я считаю, что вот такие выходы за уровни, они крайне ненадежны, несмотря на то, что как бы как исключение все это работает. И более того, смотрите, он отработал вот, и сейчас пытается образоваться поглощающая, видите, свеча вниз. То есть евро сейчас так припадает немножко, но это тоже, с моей точки зрения, коррекционное движение, потому что, видите, аллигатор пока раскрытый полностью, может быть коррекцией, и потом повторное какое-то вот восходящее движение. Так, австралийский доллар, вот наконец к нему подобрались, по нему более отчетливый треугольник, по австралийскому доллару, более отчетливый, чем по евро-доллару, почему я и вспомнил про евро-доллар. Потому что, видите, раз, два, три, четыре, пять, на шестой точке выход произошел. Но это произошло ночью, и торговать его здесь было. Ну вот я здесь, я по ночам сплю, я думаю, что вы тоже. И он немножко не дошел до цели, а значит еще дойдет, я так думаю. Ну вот здесь принципиально надо посмотреть, как все дело будет, потому что в четырехчасовом формате, по сути, что произошло? Видите, у нас есть линия поддержки, она была пробита в дневном формате. Вот в четырехчасовом формате это выглядит следующим образом. Образовался треугольник, видите, цена уперлась в линию поддержки, которая сейчас стала сопротивлением. И в общем и целом, конечно, я думаю, что здесь будет продолжение нисходящее движение. А вот это все, что мы сейчас видим, это коррекционное движение по отношению к этому нисходящему. Ну просто как бы вот она, дивергенция мы видим. И дивергенция привела к коррекции. Но в целом, все-таки движение вниз, оно здесь более такое вот, ну, приоритетное, я считаю. Сейчас сигналов никаких я не вижу, потому что вверх тут идти, как бы уже практически совсем немножко осталось. Вниз пока еще никакого повода нет. Здесь ожидание. Новозеландский доллар, видите, тоже против такой палки заходить крайне сложно, крайне опасно. Несмотря на то, что, видите, консолидацию я так обозначил. Но и цель по ней есть, ну, вот против таких палок заходить. Видите, очень сложно. Вообще Новозеланде, смотрите, во всех форматах, смотрите, вот четырехчасовой формат, дневной формат. Смотрите, вверх движение оно было, но какое оно было тяжелое, какое размашистое. Видите, вроде вверх, потом резко вниз, вроде вверх, но резко вниз. И вот сейчас вот все находится в зоне сопротивления дневного формата. Поэтому по новозеландскому доллару в общем и целом я тоже смотрю не вверх, а вниз. И сейчас как раз решается вопрос о том, что здесь в итоге будет. Какая здесь будет формация. Пока здесь назревает в большей степени, вот видите, пробито уже в четырехчасовом формате вот это все. Бывают такие формации, которые называются расширяющийся треугольник. Вот. Вот такой сейчас я его нарисую. Правда, после древка расширяющийся треугольник это не самое такое вот лучшее решение, да. Но тем не менее, такое бывает. При пробитии уровня поддержки вниз, то есть двигаемся как минимум к линии поддержки дневного формата, ну а скорее всего даже и двигаемся и ниже ее, то есть куда-то вот в район сюда 0.70-0.90 или там 0.80. Ой, господи, что я говорю, какой 0.80? Так 0.71, конечно же. 0.70-0.90, 0.71. Вот куда-то в этот район скорее всего мы придем, учитывая размер древка, размер вот этого, размах вот этого расширяющегося треугольника. Но это будет понятно только при пробитии уровня поддержки. Сейчас видно, что вверх движение очень сложное. Видите, и больше похоже все-таки на коррекционное в сравнении как бы с нисходящим. То есть, видите, вниз попытки, вот черные свечи крупнее сделаю. Обратите внимание, черные свечи все-таки по телам крупнее, чем белые. Пока. Здесь идет борьба, непонятно там чего и как будет. У нас есть сейчас линия поддержки здесь. Вот она, линия поддержки часового формата. Аллигатор, смотрите, тут близко линии находится. И поэтому при пробитии линии поддержки и аллигатора, вот то, что я вам как раз вначале сказал, вот так вот, и перестроение, вот при пробитии дальше вот этого уровня, можно будет поискать продаж. То есть, это говорит о том, скажет о том, что вот это все движение, оно уже закончилось. Если этого пока не происходит и продолжаем двигаться вверх, ну, может быть, так же, как тяжелое размах, то, может быть, и дойдем до 0.73.22. Хотя, пока что-то мне представлять это маловероятным. Ну, вот, почему-то, вот, мне кажется, это маловероятно, учитывая динамику текущего движения. Динамика-то очень какая-то вялая. И, в общем-то, не с чего всему этому происходить. Более того, здесь, смотрите, есть вот такой вот я нарисую канал. Вот, в границах канала может как-то продолжать двигаться. Но сигнал торговый будет приоритетный, и мы его получим только при пробитии линии поддержки раз, и основной уровня поддержки вот этого вот два. То есть, при пробитии линии поддержки двигаемся до уровня, здесь фиксируемся. После пробития уровня поддержки, вот тогда тут уже будет хороший вход до линии поддержки дневного формата. Доллар, канадский доллар. Ну, вот, я не знаю, тут начиналось все как треугольники, сейчас что-то все ушло в боковик, в какой-то, видите, боковик с таким диапазоном, довольно, видите, таким широким. В общем, это связано, конечно, с большой неопределенкой в плане нефтяных котировок. И сейчас, ну, дневной формат, видите, тут такой рывок был по доллару, по отношению к канадскому доллару. Ну, видите, движение тормозится, в общем и целом, пока у нас есть верхняя граница, как бы целевая. А в часе, смотрите, тоже вот это движение, видите, есть две дивергенции, есть какой-никакой, но все-таки неровный, но тем не менее, видите, есть линия поддержки. Вот. Ну, как бы здесь каналом, наверное, вряд ли это стоит вообще делать, потому что здесь очень все как-то очень неровно. Вот. А вот линии как-то можно попробовать. По крайней мере, если эта линия будет пробита, видите, аллигатор тоже сплелся, дивергенции есть, аллигатор сплелся. И пытается цена, смотрите, вот так вот перестроиться. Вот, может быть, пробитие как раз линии на поддержке аллигатора и пробитие вот этого вот уровня, как раз повлечет за собой коррекционное нисходящее движение. Но я считаю, что это тоже пока будет коррекционное движение, возможно, куда-то вот к этому уровню. Вот, к уровню 1.29.65. Куда-нибудь вот сюда движение, в принципе, вполне может случиться. И потом отсюда вот приоритетнее и лучше будет поискать какого-то восходящего движения. Потому что все-таки, скорее всего, американский доллар, он все-таки будет в авангарде. Учитывая вот эту разницу в политике Федрезерва по отношению к политике регуляторов других стран. Нефть, смотрите. Сейчас я все там на вопросы отвечу, сейчас немножко просто об этом еще поговорим. Ведь нефть пока вот в недельном формате видно, что в целом движение, тренд нисходящий, ничего пока его не сломало. В дневном формате тоже после вот этой вот волны идет перестроение и с возможным движением тоже вниз, что мы сейчас и наблюдаем. Вот он треугольник, который я вам рисовал. Смотрите, движение вниз полностью отработал треугольник. То есть, наконец, вот лето подошло к концу и опять начинают образовываться графические фигуры. Летом их было очень просто мало. Я просто показываю, как все это работает. И мы видим, что поддержка пробита, треугольник полностью отработал, я его убираю. Я просто показываю, как, ну вот, вот, в общем. Я думаю, что сейчас цены опять двинутся вниз. И мы сейчас с вами, если сделаем такой вот канал. Вот. Только это канал дневной, конечно же. Он, видите, по-правильному дневной. Видите, двигаться нефтяным котировкам к уровню 45 долларов за баррель. Ну, как бы, что бы там ни говорили, у нас есть технический анализ. И вот к нему, скорее всего, придем. Ну, может быть, здесь какая-то поддержка в районе там 46, может быть, в районе 46 или 45.80 там задержится. Ну, где-то, где-то ближе к 45, я думаю, что в ближайшее время котировки нефтяные упадут. Смотрите, рубль по отношению к доллару, несмотря на падение нефтяных котировок еще вчера, в связи с увеличением запасов нефти в США, ну, тем не менее, рубль показывает чудеса стабильности. Кстати, ничего с ним не происходит. Возможно, это тоже какое-то временное явление, потому что, как бы, у рубля тоже шансов не так много удерживать свои позиции, но пока мы видим, что он это делает. Надолго ли хватит пороха в пороховницах, я не знаю. Если посмотреть на недельный формат, видно, что вот это застревание, оно тоже, как бы, говорит о том, что вниз уже никак. Но вот вверх более приоритетный. И смотрите, тем не менее, вот первое движение было вверх с пробитием линии сопротивления раз. И вот сейчас, я как говорил, это больше похоже на вот эту первую волну, вот эта вторая. И вот, как бы, конечно, тут, скажем так, особого энтузиазма не проявляют участники в отношении продажи рубля. Но тем не менее, может, ну, вообще все свечи пока мелкие внутри вот этой зоны. Только пробитие вот этого вот значения в 67 рублей за доллар приведет к резкому, я думаю, падению российского рубля против американского доллара. Но пока этого не произошло, может быть, вот этот рост будет постепенный. Или уже потом, как бы, будет какое-то ускорение. Я до сих пор пока как-то скептически отношусь к укреплению российского рубля. То есть, если это и будет, но это опять же будет где-то вот как в какой-то диапазон, потому что особых поводов для оптимизма пока с нашей экономикой нет. Хотя, в общем, показатели, которые вышли сегодня, они тоже, ну, говорят, в общем-то, о том, что пока, в общем, все более-менее не так сильно плохо. Ну, в общем, слава богу. Вот, что там еще? Евро-рубль, ну, такая же абсолютно картина, как по доллару-рублю. Вот, золото, ну, как вот это вот продолжалось легкое такое вот укрепление американского доллара, то есть давление доллара на все, в том числе и на золото. И вот здесь есть такой канал, который запросто может в конечном итоге при касании границы цена отразится и пойдет вверх. И вот здесь уже тогда будет картина довольно интересная. Вот, в недельном формате, я говорил о том, что здесь есть, видите, двойной канал вверх от нисходящего, и вот где-то цель у него находится, сейчас скажу, вот здесь вот, где-то в районе уровня 1475, и, ну, тут здесь, видите, есть месячная такая линия сопротивления. Здесь, конечно, трудно будет с ней справиться, но, вероятно, вот, по крайней мере, в месячном формате какую-то хотя бы тенью прострелить сюда вполне может. То есть укрепление золота может произойти, и, в общем-то, я не исключаю росток 1475. Хотя, конечно, здесь придется участникам побороться довольно сильно вот с этой линией сопротивления. Вот, в дневном формате видите такой канал, и вот куда-то к линии сопротивления опять может прийти, от нее может опять оттолкнуться вниз. Вот тут надо уже будет смотреть, как это будет происходить. То есть вот в недельном формате, пока мы где-то здесь вот находимся. Тут из-за графики происходит небольшое смещение вот этих линий. Ну, вот, как бы, в основном все с этим. Сейчас я смотрю на чат, так, рубль, нефть и посмотрели. О параметрах аллигатора и стахастика, садир просит сказать. Параметры аллигатора у меня стандартные, параметры стахастика у меня 8.1.3. То есть я просто сделал, смотрите, одну линию 8.1.3. Это мне она нужна только для того, чтобы видеть заход в экстремальную зону и дивергенции. Медленную линию я исключил. Ну, просто вот лично в моем анализе мне она не нужна. Потому что по стахастику я не торгую. Пересечения линии я не ищу. Я смотрю только сам факт захода в экстремальную зону и сам факт дивергенции. И не более того. То есть 8.1.3 параметры стахастика. Вот здесь должно получиться. Вот, да. А, Руслан вот подскаживает. Ну, параметры стандартные только в аллигаторе, а в стахастике они немножко нестандартные. Я считаю, что 8 стахастик как-то более, ну, скажем, почувствительнее показывает, вот, например, в рабочем формате дивергенции на коррекционных волнах. Вот, смотрите, доллар-иена все-таки, как я говорил, пошел вверх через уровень. Ну, вот здесь, видите, прям очень близко уже возможность какого-то разворотного движения. Именно поэтому сейчас пока я и не рекомендую его продавать. В плане покупок здесь, как бы, потенциал не очень высокий. Ну, вот, так чисто, чисто так, в общем, можно попытаться. Хотя, видите, тут тоже все достаточно сложно. Даже в 15-минутном формате здесь, в общем-то, может быть дивергенция. Ну, хотя в 15-минутном. Я думаю, что вот, как раз, куда-то сюда он отрастет. Доллар-иена. Вот, в общем-то, на сегодня у меня все. Через 25 минут будет продолжение, значит, мастер-класса по графическим методам анализа. С теми, кто записался, мы поговорим на эту тему более подробно. Вот, те, кто еще не знает об этом, можете записаться на этот курс. Он будет через неделю. Что еще? Еще вечером сегодня будет интересное и важное занятие по тестированию торговых систем, про то, как, то есть, на какие параметры нужно обращать внимание, когда вы создали торговую систему и каким образом правильно ее, ну, как сказать, тестировать на рабочую пригодность. То есть, на что надо обращать внимание и какие критерии являются основными. Ну, и в общем-то, в основном, в общем и целом, на сегодня пока все. Завтра в 13 часов мы с вами снова встречаемся. И поговорим о том, что сложилось до завтрашнего дня. И не забывайте о том, что завтра будут данные по рынку труда США, который традиционно вызывает высокую волатильность на рынке. Всех вам благ. С вами был Алексей Кузнецов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok